Главные события и важные решения. Все, чем запомнилась эта неделя для Самарской области, расскажу вам я, Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. Это итоги губернии глазами наших корреспондентов. Для решения вопроса с долгами по зарплате сотрудников автоваз-агрегата будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут рабочие предприятия, представители правительства области и надзорных органов. Об этом договорились во время встречи губернатора с коллективом завода. Все усилия будут направлены на то, чтобы через конкурсного управляющего после продажи имущества погасить основные долги по зарплате за полтора-два месяца. Людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, материальная помощь будет оказана уже в течение ближайшей недели. Во время встречи обсуждалась и возможность размещения нового производства на базе цехов завода. Напомню, конвейер автоваз-агрегата встал летом 2015-го. В октябре была введена первая стадия банкротства. Через год суд признал предприятие банкротом. На конец августа 2016-го на погашение задолженности по зарплате рабочим завода и дочерних предприятий было перечислено 156 миллионов рублей. Добиться выплаты получилось благодаря активной позиции полпредпрезидентов ПФО и губернатора Самарской области. Однако процедура затянулась, как отмечает глава региона, по вине основного акционера. Работники предприятия вместе с представителями правительства договорились поддерживать друг друга в сложившейся политической ситуации. На встрече также прозвучали от заводчан и слова благодарности в адрес губернатора за помощь. Глава Иванович, судя по тому, что мы уже получили, конечно, благодаря только вам эти деньги, которые получили. Наша сейчас задача с вами, наша задача, обеспечить выплату зарплатной платы и обеспечить как можно быстрее, чтобы на этой площадке заработало какое-то предприятие. Концепт-кары АвтоВАЗа произвели фурор на московском автосалоне и привлекли внимание дилеров и импортеров. А каждый пятый автомобиль, продаваемый в России, сходит как раз с конвейера Тольяттинского завода. Рост продаж, планы по развитию и скидки на автомобили для ВАЗовцев об итогах отчетной конференции. Алена Алешина. Каждый пятый автомобиль, продаваемый в России, сходит с конвейера АвтоВАЗа. Чаще всего покупают Гранту, Весту и Ларгус. По качеству и дизайну вазовские автомобили не уступают иномаркам. Это признают во всем мире. Эти автомобили прибыли сюда прямиком с московского международного автосалона, где АвтоВАЗ представил сразу шесть новинок. Самая яркая из них, пожалуй, это Lada X-Code. Не только за счет цвета, но и перспективного дизайна. Многие называют X-Code лицом АвтоВАЗа, будущим российского автопрома. Пока автомобиль только концепция до выхода в серию в 2020-м. Кроссовер еще претерпит ряд изменений, но уже сейчас известно, что автомобиль получит турбомотор, полный привод и возможность управления при помощи смартфона. Отметились на престижном автосалоне. Универсал Веста Кросс, его, кстати, начнут выпускать в середине следующего года. И вазовские спорткары. Разработками заинтересовались дилеры. И, что важно, импортеры. Вопрос экспорта для АвтоВАЗа принципиальный, отмечает его президент Николя Мор, демонстрируя новинки губернатору. Очень хорошая реакция была на московском автосалоне, на вот эти вот машины. Вот эти. Да, вот эти две. Это X-Ray и Веста. Мы рассматриваем двигатель на 150 лошадиных сил. Конечно же, из Тольятти. Тольяттинская будет и коробка передач, трансмиссии и другие компоненты. Это тоже часть новой политики автозавода, направленной на повышение локализации производства. Времена, когда пресловутую классику, что повалить десятилетиями, прошли. В ближайшие 9 лет завод планирует полностью обновить модельный ряд, в том числе умными технологиями. Однако ситуация на рынке оставляет желать лучшего падения спроса, рост цен на комплектующие и конкуренция. Впрочем, даже несмотря на это, только в августе в России продали 21 тысячу автомобилей «Лада». Это на 4% больше, чем в августе прошлого года. На отчетной конференции Николя Мор ставит перед коллективом задачи. Это улучшение доли рынка наших автомобилей в Российской Федерации и достижение непрерывно уровня 20%. Увеличение экспортных продаж. Экспорт был на очень низком уровне в первом полугодии, поэтому нам нужно возобновить и улучшить его. Конечно, это очень сильно связано с условиями рынка и курсом валют, и валютой. Единственное, как можно выйти из этой ситуации, это работать вместе, как одна команда. С октября Тольяттинский завод вновь выходит на неполную рабочую неделю. Эта мера позволит избежать сокращений, объясняет Мор. О том, что преодолеть трудности можно только сообща, говорит и губернатор. Власть областная и федеральная поддерживает автопром. Чиновники пересаживаются на российские машины. Автоград имеет все шансы получить статус территории опережающего развития. Это значит, что в ближайшие 10-15 лет у инвесторов будут льготные условия. В планах строительство второй очереди Жигулевской долины. И здесь Тольятти может стать центром развития инноваций в стране. Город недавно отметил 50-летие завода. Впереди еще одна дата – выпуск первого автомобиля. Предстоящие выборы покажут, хотят ли люди перемен, считает глава региона. Все будет зависеть от нас. Может быть, в какой-то мере мы проверяемся на некую прочность. А насколько мы сами хотим, чтобы наши интересы везде и всюду защищались активнее, настойчивее. Везде и всюду был слышен наш голос. С октября вазовцы получат скидку на новые модели тольяттинского бренда. По мнению Николя Мора, эта мера поддержит как сотрудников, так и сам завод. Алена Алешина, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии. Тольятти. Деньги населения на развитие региона в Самарской области стартовал проект народного облигационного займа. Николай Иванович Меркушкин стал первым его участником. Приобрел три ценных бумаги. Стоимость каждой 60 тысяч рублей. Кстати, за два дня было продано более полусотни. Облигаций и доход по ним составит 13%. Для сравнения, самая высокая ставка по банковским вкладам сегодня не превышает 9,5%. В качестве пилотного был выбран инвестиционный проект реновации исторической части Самары. Пять кварталов. На эти оборотные средства будут строить жилье. Деньги перечислят в областной фонд жилья и ипотеки. Всего в рамках этого проекта будет выпущено 8,5 тысяч облигаций на общую сумму эмиссии. 510 миллионов рублей. Приобрести их можно в Газбанке и Совжи. Кроме того, сейчас готовятся и другие инвестиционные проекты с участием облигационных займов. Каждый рубль этих средств, он должен только идти в дело. Только. И это увидят люди, будет интерес дополнительный. Потому что они не только, условно, заработают, как в банк положил он деньги. Он еще увидит результаты, вот, скажем, вложения своих денег. Это могут появиться новые проекты по производству продуктов питания. Он будет питать, кроме того, что получил проценты, он будет питаться натуральными продуктами своими же и так далее. Он может увидеть новые предприятия, где работают люди, получают заработную плату и так далее. Он может увидеть те же научные центры, которые будут создавать основу будущего. Облигационные займы могут быть направлены на строительство Гагарин-центра. Кроме того, жители региона смогут вложить свои деньги и в инфраструктурные объекты, например, в реконструкцию коммунальных сетей и дорог. До конца октября будет полностью сформирован перечень, на что можно будет направить средства. При этом владельцы ценных бумаг смогут контролировать расходование вложенных денег. Еще одна тройка открылась в Самаре в физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, ледовой ареной и бассейном. Под одной крышей распахнул свои двери в промышленном районе. События уже назвали историческим. Спортивных объектов не строили здесь несколько десятилетий, а подобных этому вообще никогда. Какую оценку дал комплекс у главы региона и что теперь подрядчику придется исправить за свой счет, узнала Алена Алешина. Здесь будут ковать олимпийские победы и растить здоровое поколение. Ледовая коробка, бассейн и зал для игровых видов спорта. Универсальный формат как для проведения соревнований, так и для отдыха всей семьей. Комплекс был очень долгожданным. Он зарождался прямо на наших глазах. Проходя мимо, мы каждый раз ждали его. Когда же он появится уже по вечерам после занятий. Мы надеемся, что будем сюда приходить, заниматься. Стоимость проекта 623 миллиона рублей. Больше половины из областной казны. Сегодня комплекс инспектирует глава региона и сразу же находит недочеты. Это так и печали. Мы два года назад. Сейчас приходишь, уже этого нет. А почему вы вовремя не поправили? Иначе деньги наличные? Я проверю. Неужели нельзя было стоечку поставить, чтобы они оказались за стоечкой? Неужели они так и будут постоянно все видеть, кто будет подходить? Есть же какая-то культура? Должна она быть или нет? Почему нет? Исправлять огрехи застройщик будет за свой счет. Впрочем, это не должно сказаться на посетителях. Комплекс открыт. Символический ключ юным спортсменам вручает губернатор. Без подобных вещей, которые вот сейчас мы открываем, мы не можем рассчитывать на то, что мы можем подготовить конкурентоспособную молодежь, здоровую молодежь, сильных, сильных духом, настойчивых, упорных, трудолюбивых. Потому что сегодня через спорт реализуются очень-очень многие человеческие возможности, формируются качества, личности. Пусть и здесь вырастут спортсмены, которые будут покорять самые высокие вершины, вершины олимпийские. Впервые за многие десятилетия возводят спортивные объекты по всей области. Только за последние четыре года открыли 11 бассейнов, 14 ледовых арен и 28 физкультурно-оздоровительных комплексов. Первый гол забит и в этой тройке. Алена Алешина, Александр Ерофеев. Новости губернии. Современный спорткомплекс открылся на этой неделе и в Георгиевке для села Первый, для Кенельского района уже третий, но по всем пунктам лучший. На возведение и оснащение двухэтажного здания направлено около 79 миллионов рублей, а построен объект был в рекордные сроки, меньше чем за год. О растущем спортивном интересе Виталий Портнов. Здесь воспитывают чемпионов не только региона, но и мира. Есть уже бронзовые призеры по вольной борьбе. Новый спортивный комплекс открыт в Георгиевке, как еще одна ступень к достижению лидерских позиций в спорте. Он уже бронзовым призером всемирных игр. Перед Олимпиадой как раз в Дубае проводился всемирные игры из Маэлита, нашей сборной России, который выступал там. И вот он стал бронзовым призером. 12 метров еще или нет? Нет, 12 метров. Ну, для стрелок, для тренировки. Нормально, да? Залов несколько. Есть еще для настольного тенниса, для занятий шахматами и аэробикой. Бодрого бегают и крутят педали в тренажерном. Здесь готовы принять больше 50 человек в смену. Оздоравливается наше население, молодежь. Если будет молодежь здоровой, то будет и крепкая держава. Спасибо большое. Успехов вам. Вовлекайте, вовлекайте своих. Самая большая ценность – универсальный спортивный зал шириной 36 на 18 метров. Здесь можно играть не только в баскетбол, но и в футбол и волейбол. Проводить соревнования. Качество нового покрытия проверил и глава региона. Николай Иванович Меркушкин с трехочковой зоны пробил по кольцу. На строительство и оснащение комплекса был направлен на 79 миллионов рублей. Работы велись в рамках государственно-частного партнерства. Справились меньше, чем за год. В селе это первый фок, а в районе третий. Может быть, это лучший будет сегодня. Наверняка так. Спортивный комплекс – это в поселке Комсомольский первый. Второй в домашках мы открывали не так давно. И вот сегодня открываем мы в Георгиевке. И я хочу сказать, мы эту работу будем вести и дальше во всех крупных селах. А у вас в основном крупные села в Кенельском районе. Мы это будем делать и дальше. Тем более район развивается, район активно развивает не только сельское хозяйство, но и промышленные предприятия здесь все новые и новые появляются. В основном крестьянско-фермерские хозяйства. И каждая стремится к расширению не только молочного, но и мясного производства. Об этом уже на встрече с жителями района. Основные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры – не все банки готовы выдавать кредиты на эти цели. В данный момент 120 голов, из них 100 коров. Когда строил в 2014 году эту ферму, рассчитывал на субсидии государству, которое планировал увеличить поголовье. Руководитель хозяйства также добавил, для динамичного развития нужны земли для выращивания кормов, чтобы не тратить деньги на закупку. Губернатор пояснил, что в регионе работает несколько грантовых программ по поддержке фермеров. Уже на следующий год можно получить до 30 миллионов рублей на развитие молочного производства. Звучали не только просьбы, но и слова благодарности. Я так думаю, Бог дал нашей стране Путина, а губернии – вас. Вот хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Но чтобы был результат при этом, конечно, желательно, чтобы у вас были надежные помощники. О надежности, стабильности в регионе и в стране зависят в том числе от высокой явки на выборах 18 сентября. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, что они будут самыми сложными за последние 25 лет. Надо нам исходить из этого. И почему? Потому что мы в какой-то мере, в какой-то мере, по ряду моментов вернулись, во-первых, в начало 90-х по ряду позиций. У нас в ряде мест лозунги появились. Те, которые тогда несли, но тогда были, ну, безграмотность политическая общая и так далее. Используется в технологиях политических все, что угодно. Ложь. По принципу Геббельса, чем не чудовищнее, тем правдоподобнее. По всю. Национализм. Экстремизм. Речь идет о различного рода провокациях, поэтому губернатор подчеркивает, нужно трезво оценивать ситуацию. От того, кто будет представлять интересы региона в Госдуме, зависит многое. В завершении встречи глава региона особо отметил самых активных жителей района и вручил областные награды. Виталий Партнов, Александр Каракулько. Новости губерния. Кенельский район. Сразу два современных спорт-объекта. Стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс открылись в Новокуйбышевске. Новое поле, универсальный зал, тренажеры и бассейн. Первые посетители уже оценили. В селе Воскресенк тоже открытие. Новый учебный год начали в отремонтированной школе. Работу проводили на условиях государственного частного партнерства. Причем 10 миллионов из 35 выделил уроженец села, выпускник этого образовательного учреждения Николай Чудаев. А в Кенеле открыли Центр культурного развития. Это первый подобного рода объект в области. И по-настоящему универсальный. В нем будут работать творческие мастерские, студии звукозаписи, фото и видеостудии. Даже зрительный зал многофункциональный. Трансформируется в танцпол и площадку для занятий фитнесом. Красивое здание, благоустроенная территория. Большие площадки с двух сторон объекта. А это значит, можно проводить массовые мероприятия. Стоимость строительства Центра 115 миллионов рублей. 50 из них было направлено из федерального бюджета. 65 из областного. Спасибо за это чудо! Мы подрастем, тоже будем в Центр этот ходить. Таланты свои расти. Около Центра уже развернулась выставка талантов. Здесь и представители патриотических движений, и художники. Есть и модный твистинг, моделирование из воздушных шаров. Все получается? Да! Все! Центр получился современным и многофункциональным. Это первый в области объект такого уровня. Как отметил губернатор, руководство страны и области большое внимание уделяет вопросам культуры. У нас самая высокая в области зарплата среди всех регионов ПФО и одна из самых высоких в стране работников культуры. Мы это сделали три года назад, понимая, что без культуры в широком смысле этого слова нет будущего. Мы должны делать все, чтобы наши дети, молодежь росла, еще раз хочу сказать, развитой. Развитой в комплексно, гармонично. В этом центре как раз все предусмотрено для решения этой задачи. Здесь можно проводить спектакли, кинопоказы, выставки. Включает в себя объекты и образовательный центр. Это медиатека, творческие мастерские. Будут заниматься здесь и робототехникой. Данное направление мы хотим активно развивать у нас на базе центра. Очень перспективное направление. Более расширенное. Сейчас в двух школах робототехника представлены. Но мы здесь конструктор планируем. Некая дополнительная возможность. Есть и студия звукозаписи, фото и видео студии. Зрительный зал многофункциональный. Трансформируется для занятий фитнесом. Может стать и залом для танцпола. Объект знаковый, говорят уже на встрече жители Кенеля. Они благодарят областные власти за внимание к городу. Речь идет о дорожном строительстве, возведении спортообъектов. Долгое время спортивные сооружения в области не возводили. Регион был в аутсайдерах по обеспеченности объектами. Сейчас за этот вопрос взялись всерьез. За последние четыре года в регионе построили три так называемые тройки. 21 фок, 11 бассейнов, 12 ледовых дворцов, 13 стадионов и более 250 универсальных площадок с искусственным покрытием. Возводить будут и дальше, но какими темпами, зависит и от результатов грядущих выборов. Чем выше будет явка, тем больше представителей Самарской области пройдет в Государственную Думу. А значит, сможет лоббировать в том числе финансовый интерес региона. Важно, как отметил Николай Иванович Меркушкин, чтобы депутатами стали люди на самом деле заинтересованные в развитии области. Народ у нас мудрый, Николай Иванович, и умный. И я думаю, что он и так понимает, кто работает, а кто не работает на благо города, области и страны в целом. А вот сегодняшнее выступление ваше еще раз, наверное, каждого заставило задуматься еще раз, куда мы идем и с чем мы идем. Выборы в Государственную и Губернскую Думы пройдут 18 сентября. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Сергей Павлов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Кинель. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами была Татьяна Потоцкая. Увидимся.